Друзья, всех приветствую на канале! Сегодня у нас ролик, посвящённый детализации игры. Сразу, без лишних предисловий, опять же расскажу, о чём речь. При импровизации, при построении мелодий, при разборе чужих композиций, наблюдаю из раза в раз одну и ту же историю, люди не уделяют внимание деталям. То, что ноту можно взять не просто ударить по ней, а всякими разными способами, о них сегодня мы и поговорим. В качестве примера мы возьмём 3-4 ноты. Вот в первом боксе пентатоники, тональность у нас будет Си, ноты. Вот эти, я не знаю, какие из них я там сыграю, с каким примером это вот просто на ходу будет сейчас происходить. Ну ноты вот эти. Может какие-то ещё зацепим по пути, не страшно. Итак, ноту для начала можно взять с разной динамикой, да? То есть можно взять слабо, можно громче, можно тише, то есть этим всем можно манипулировать в зависимости от контекста, зависимости от того, какой у вас там backing track, какая задача и так далее. Можно начать жестить и прям с сильным подцепом, например, играть. Для некоторых ситуаций это тоже очень круто прозвучит. Ноту можно выделить и так, или там более высокую какую-нибудь ноту. То есть если в обычном переменном штрихе это, я имею в виду скоростном, не очень круто, точнее очень даже не круто, то есть это очень сильно просаживает скорость, звучит просто очень плохо и не разгоняется. К слову, в длинных одиночных нотах это позволяет, во-первых, их продлить с точки зрения сустейна, да? То есть ты её плотно зацепил, она долго звучит, плюс добавить краски можно. Сыграть слабо, сыграть тише, сыграть громче. Ну и для максимальной экспрессивности есть ещё такой пример. В англоязычных источниках он называется Rake. Это, по сути, шкребок по струнам. Вот такой, ну с лажилетом ещё с таким призрачным получился. Что здесь происходит? Глушим правой рукой струны. Сейчас громкость, да, вся полностью откручена. То есть через Palm Mute. Левой рукой я указателем пальцем тоже на всякий случай прикрываю, чтобы всё было заглушено. И вот так вот можно ноту тоже, соответственно, динамически разогнать. И идём дальше. Какие ещё способы ноты разукрасить? Это слайд следующий, да? У нас мы можем сделать слайд восходящий, можем сделать нисходящий. И то, и другое звучит немножко по-разному, и под разные задачи опять же подходит, но я этим всем пользуюсь. То есть можно более протяжно въехать вот с движением вверх, продлить ноту с фибрато. Также мне очень нравятся нисходящие слайды, которые тоже обладают таким своеобразным колоритом, очень похожи на то, как будто опускаешь ноту рычагом, и одновременно со взятием, собственно, ноты, да, рычаг этот возвращаешь в исходное, резко его так бросаешь, получается что-то типа того. Ну с поправкой на то, что всё-таки здесь без рычага, но резкое такое изменение тона, в принципе, прикольно. Ноту очень динамически оживляет. Ещё один приём, который мне нравится, это prebend. Он тоже достаточно здорово оживляет это всё. Как он делается? Мы ноту до удара подтягиваем, и в момент с ударом отпускаем. Получается такой певучий звук. Ещё один вариант, это использование легато. Но тут, конечно же, потребуется не только одна нота, а ещё какие-то соседние. Плюс ещё можно скомбинировать со слайдами. То есть вот берём, ну например, нам надо эту ноту сыграть. Мы знаем, что в тональности ещё вот эта нота, по диез заходят, и вот нота ре у нас есть. Значит, и берём их, соединяем. Сначала вот так, потом... Потом какой-нибудь такой ход. То есть по факту мы сыграли сразу три ноты, да, у нас сразу прозвучали вот эти три, но по факту акцент сделался только на вот этой ноте ми. То есть она прям выделяется, остальные просто так по ходу дела у нас, как проходящие. Ну давайте в коротком таком примере это всё дело объединим. Тут важно не количество нот. Их будет, в принципе, четыре. Может, что-то ещё по мелочи зацеплю. Но в целом, тут важна именно детализация, а не количество нот, которые буду использовать. В общем, этими примерами, я думаю, средства выразительности не ограничиваются. Есть всякие ещё интересные штуки, интересные эффекты, как эти ноты связывать между собой и так далее. Поэтому обязательно смотрите, анализируйте других гитаристов, кто чего играет, набирайтесь от них опыта, применяйте потом в игре. То есть не ограничивайтесь вот там простым ударом по ноте. Ноту можно сыграть вкусно и очень по-разному. Ну и, как обычно, комментарии пишите, лайки, подписки, колокольчики и до встречи в новых видео. Всем пока!